понятие в теле, оно как-то опосредованно каким-то отделом, да, вот эти вот, вот значит человек у нас будет сегодня нас консультировать, значит, где у нас седачные косточки, то есть мы с ними, конечно, поработаем еще, я обязательно покажу это движение, потому что без него нельзя, это очень хорошая замена, относительная замена эпидуральной анестезии, мы, конечно, это сегодня рассмотрим, вот, сейчас нам важно понять, что у нашей седачной косточки сдвинуты чуть-чуть вперед, то есть мы помещаем ног таза ближе к полу, да, передний угол таза ближе к полу, не назад мы сидим, не с круглой спиной, а стараемся сдвинуть вперед таз, это получается частично, да, спина при этом какая? Прямая должна быть. Прямая должна, очень хорошая формулировка, прямая должна быть, да, это очень хорошая формулировка, меня это очень радует Значит, давайте мы с вами попробуем частично поработать с бедрами. Вот в таком положении, пожалуйста, помните, что ваши бедра работают как педальки, мягкие. Пусть это будет машина, пусть это будет фортепиано, но эти педали мягко должны нажиматься. Не резко, это не стоп-сигнал на красный свет светофора, да? Это мягкое движение по раскрытию. Мы поддерживаем с вами себя за стопы, вытягиваем спину, вытягиваем диафрагму, удаляем ее от брюшной полости. И начинаем попеременно за счет усилия мышц. Вытягивать одну ногу, полу, да? Вот за счет усилия мышц. Возвращать. И вторую. У вас здесь нет вот такой штуки. Есть? Нет. Такой штуки здесь нет. Рукой нет. Здесь есть мышечная работа. И вот я вижу вас, я вижу у каждого свою картинку. У кого где неравномерно развит позвоночник, у кого где есть зажим в поясничном отделе, у кого где есть очень сильная скованность тазобедренных и в поясничном отделе с ягодичными мышцами. Да? То есть по картинке вот в подобных движениях очень многое можно диагностировать. А ну примерно, да? Сейчас пока нельзя. Именно потому, что мы собираем ощущения от тела по половине. Как развито левое и как развито правое. Потому что целиковое действие выравнивает. Одна быстро наработает сильнее, другая слабее. А в идеале получится как бы усредненный вариант. И мы не сможем получить сигнал от тела, где хуже, а где лучше. Нам надо знать, где хуже, а где лучше. Да? У меня справа хуже. Пожалуйста, у меня тоже, например, справа хуже. Это нормально. Важно, чтобы вы это осознавали. И важно, чтобы вы понимали, почему и на сколько разница. Почему может быть разных много причин. Может быть причина тугоподвижных суставов. То, что мы сейчас наблюдали во время какасаны. Когда колени сводятся внутрь, вместо того, чтобы раскрыться наружу. Да? Из-за бедер. И вы вынуждены падать вперед с опоры на руки. Это тугоподвижность суставов. Это может быть различные сколиозы, которые в своем положении, в таком привычном, пережимают какую-то часть поясничного отдела и в соответствии с этим укорачивают движение ноги. Пожалуйста. Это может быть укорочение и сжатие постцово-поясничного отдела в принципе. Когда вы привыкли сидеть вот так. Когда вы сидите сейчас вот так, например. Плюс тугоподвижность связок. Очень много причин, но борьба с ними одна. Подобного рода действия. Давайте мы теперь попробуем поделать действия, как и просили. Двумя бедрами сразу, но очень мягко. И всегда помните про седачные косточки. Вот мы их сдвинули вперед. Мы натянули спину по возможности. И мы начинаем раскрывать бедра. Бабочка. Бабочка-кармасая. Но при этом наше с вами движение должно быть достаточно мягкое, подвижное, с усилием. Мы не работаем здесь спиной. Мы не работаем здесь с усилием вот таким. Мы не наклоняемся вперед. Мы работаем только бедрами. У вас есть опосредованный характер движения. Только бедра. И это движение усиливается с каждым новым повторением. Усиливается не за счет напряга, который вы вкладываете в мышцы, а за счет того, что вы раскрываетесь, вы становитесь более подвижными. Есть. Вот, пожалуйста, эти движения. Их достаточно для подобного проработки, если вы работаете с этим. Но с умом. И здесь диагностируйте и контролируйте, что с вами происходит. Хорошо. Собираем колени внутрь. Сделаем действие противоположное. Вот это действие очень хорошо работает при условии предпосылок к расхождению лобкового синтеза. Эта проблема бывает знакома многим беременным, когда чрезмерная подвижность лобкового синтеза из лобковых косточек, связанных с ухожилием, начинает достать очень большой дискомфорт. Когда перед родами, за несколько недель или даже за месяцев несколько, очень большая проблема. Даже вплоть до того, чтобы просто подняться по лестнице или просто идти, возникает очень сильная боль вот здесь, в этой части, в зоне лобка. Она может отдавать их в поясницу, может отдавать их в бедра. Это чрезмерная подвижность тканей, чрезмерное растяжение тканей. От этого нужно иметь способы работы. Мы с этим. Поэтому мы с вами пробуем с этим работать. Каким образом? Нам необходимо создать больше мышечный каркас на зону лобкового синтеза, для того, чтобы предотвратить возможный риск вот этого вот развития заболеваний. Или как-то его синтезить, если оно вдруг появилось. Что мы с вами делаем? Мы работаем примерно так же, как мы сегодня работали с усилением мышц шеи. Здесь мы усиливаем мышцы бедер и мышцы малого таза, внешнюю часть. Ладошками опираемся в боковые поверхности колен, в боковые поверхности колен. Не в коленные чашечки, чтобы сдвигать, а в боковые поверхности. Руки раскрыты. И мы с вами начинаем руками сдвигать бедра по отношению друг к другу, а бедрами расходиться. То есть действие противовеса. Напряжение в пояснице поручается. Напряжение будет в пояснице, в ягодицах, обязательно при правильном выполнении. Обязательно будет выходить напряжение таким кругообразным движением, которое не всегда сразу диагностируется в зону половых органов и как раз лобкового симфиза. И напряжение в самую нижнюю долю таза. Вот оно будет, это напряжение. Но больше всего здесь будут задействованы ягодичные мышцы. Если вы сейчас правильно будете делать, ягодичные мышцы будут напрягаться и расходиться. Да? Попробуйте. Вот. Мы делаем это движение с вами мягко. Это не значит, что он делает так. Так вот сохраняет, да? Мы делаем это мягко. Мы дышим. При этом мы усиливаем с каждым новым движением давление. Руками на бедра, бедрами на руки. Мы усиливаем напряжение в глубине мышц патрух. Да? Мы усиливаем напряжение в поясницах и ягодицах. Это обязательно должно присутствовать. Угу. Пробуйте. Посидите столько, сколько получается у вас для того, чтобы почувствовать вот такое напряжение, когда уже вибрация происходит внутри организма, внутри этих частей. Есть. Или начинается уже такое неприятное напряжение внутри живота. И расслабьте немножко бедра. Вот таким образом. Чем меньше живот, тем больше скрест бедра может быть. Понятно это? Правильно? Вот. Чем больше живот, тем больше будет бедра расстрелываться на руки. И давайте еще разочками с вами сделаем это движение. Стопы. Корпус. Седачные косточки двинуты чуть вперед. Угу. Ладошками допираемся в бедра, пока вы подвести колен. Корпус вытягиваем вверх. И с выдохом очень мягко начинаем надавливать на боковые поверхности колен. Легко на возер, чуть выше. Угу. И включайте в работу все мышцы, которые вы сейчас можете диагностировать. Ягодицы, мышцы тазового дна, поясницу с целью укрепления вытяжения. Мышцы рук. Здесь очень хорошо работают мышцы рук, правда? Очень хорошо. Корпус выдерживается. Единственное, что у нас расслабно, это брюшная полость. А нам и не нужно ее напрягать, а мы ее не напрягаем. И немножко расслабляем, несколькими движениями. Вот это упражнение, оно такой немножко специфический характер носит, но оно очень полезно. То есть, если вы вдруг где-то встречаете в показаниях подруги, там, я не знаю, в каких-то историях друзей, подруг или врач вам говорят о том, что возможно, вот такое стечение обстоятельств, что возможен риск расхождения лодкового симфриза, то знаете, как с этим работать. Но начинать надо как можно раньше, чтобы захватить эту проблему в самом корне, пока еще она не зашла очень глубоко. Здесь нельзя быть уверенным на все 100%, что она вас обойдет во время беременности, потому что процессы строятся, своеобразным образом. Здесь нет действительно таких механизмов, которые вы сказали, вот, меня это не коснется. Точно так же, как вы не можете проецировать и точно сказать, что будет у вас, допустим, токсикоз или не будет, в какой-нибудь степени будет. Все будет зависеть от того, как будет ваш организм восприниматься. Здесь точно так же. Поэтому наша с вами задача максимально себя облегчить жизнь, сделать так, чтобы она, эта болезнь и эта ситуация обошла стороной уже логически. То есть вы знаете, как с этим работать. Давайте мы немножко с вами поработаем с седачными косточками в частности. И я еще раз приведу еще один большой бонус этого движения. Это действительно работа, сравнимая с определенного рода эпидуральной анестезией, которая делается во время родов в поясничный отдел, как раз таки она немножко убирает на время деятельность нервную в этом отделе. Мы с вами будем убирать нервную деятельность в этом отделе не за счет отсутствия течения нервных импульсов, а за счет расслабления нервов, за счет хорошей проводимости и отсутствия зажатости. Понять этот смысл, да? То есть мы с вами не обрезаем нервы от обычного их течения жизни, а мы наоборот их расслабляем и делаем так, чтобы они проводили импульсы нормально, таким образом не будет скапливаться напряжение. То есть это своего рода естественная анестезия, расслабляющая, воздействующая на парасимпатическое крестцовое сплетение. Сегодня я вам упоминала, вот здесь она у нас находится. Ну и плюс ко всему это, конечно, ваш показатель осанки, ваш показатель возможности хороших родов, потому что здесь участвуют мышцы тазового дна, которые участвуют в процессе родоспоможения. И само положение таза можно регулировать более четко. Это создаст тоже предпосылки для более легкого процесса рода. Давайте мы с вами поделаем это движение. Вот мы ладошками захватили силы за голени или опустили ладошки вперед. Единственное, что постарались сделать стопы пошире, но ноги постарались не слишком сильно развернуть. То есть постараемся как-то чуть прижать стопы, так чтобы колени смотрели вверх. Не делайте так, чтобы ваш живот чувствовал напряжение. Мы с вами начинаем кататься на седачных косточках. Движение веселое, тяжелое, но нужное нам. Мы сдвигаем седачные косточки вперед, движаем назад. Вот оно, это движение. У нас что-нибудь будет происходить с ногами? Нет, ничего у нас не будет происходить с ногами. Со спиной. Вот такие движения будут происходить? В идеале нет. А мы стремимся к идеалу. Мы стремимся к правильному процессу. Вот оно, это движение. Чувствуются они седачные косточки? Перекатываются они вот так, как камушки внутри, в ягодице? Да или нет? Не-а. Не-а. Вот когда существует процесс не-а, это значит, что есть очень сильное укорачивание мышечной структуры, требуется серьезная подобного рода работа, чтобы дойти до этого ощущения. Так, может быть, я просто это не почувствую. Пробуйте еще. У современного человека очень сложно сразу взять и выявить это ощущение в таком формате, чтобы не было вот такой спины, чтобы он вот так не сидел и не дергался, потому что существует определенный стереотип движения. Мягкие стулья, мягкие кресла, вот это положение спины, зажатость, укорачивание необходимых мышц и приводит это все к отсутствию правильного положения в теле. Вот, пожалуйста, вот этот самый массаж, который плюс ко всему является еще рефлекторным, мы воздействуем на нервы, идущие в органы малого таза, расслабляемые. Это очень важная практика, которая позволяет вам, помимо того, что вы расслабляете поясницу, ягодицы и мышцы бедер, и расслабляете мышцы таза у дна, вы еще стимулируете себя в строительстве рефлекторной стимуляции. Это вот это вы можете делать во время схваток? Нет, во время схватки это не обязательно делать абсолютно, но это очень сильно помогает создать предпосылки к очень легким схваткам и, в принципе, ко всему легкому родному процессу, потому что поясница, та часть, которая призвана быть очень подвижной у современного человека, очень сильно зажата. И те нервы, которые идут от матки, от внутренних органов, от органов малого таза, от внешней части половых путей, они иннергируются как раз-таки в поясничном отделе. Зажим поясничных позвонков ведет к переживанию нервных каналов, те, в свою очередь, не проводят импульс, и это сказывается болезнь. Когда происходит резкое сокращение гладкой мускулатуры, когда мы делаем, не мы делаем, а природа делает схватку, да, это резкое сокращение гладкой мускулатуры. Мы чувствуем это очень сильно зажатым нервом, и боль продуцируется несколько раз сильнее. Мы ощущаем это очень сильной болью и невозможностью ее снятия. Именно поэтому для современного человека понятие анестезии стоит на первых планах, то есть очень многие не смыслят процессы деторождения без анестезии, потому что действительно они сами запустили свой организм, они сами не в состоянии себя расслабить, не в состоянии создать естественное положение для позвоночника в этом отделе. Поэтому я вам показываю действия, которые простые для восприятия, не всегда простые они для воспроизведения, но никто не говорил, что будет легко. Но эти действия действительно приводят вас к естественному положению позвоночника, к естественному расслаблению нервных каналов, нервных зажимов. То есть именно эти действия требуется делать с упорством, с определенным. Если мы с вами сели, если вы поделали пару раз, и у вас уже все устало, спина и кости, ну как-то возьмите немножечко над собой, сделайте усилия, потому что это очень важно. Это нужно. Это вам важно. Не мне. Я это делаю. Вам это важно. Поэтому давайте мы с вами сделаем, немножко будем делать фиксации небольшие, для того, чтобы закреплять процесс передвижения, растяжения тканей на новый уровень. Вот мы с вами расположились в том положении, в котором мы есть. Выпрямили спину, постарались это сделать, да? Начинаем сдвигать седачные косточки вперед, удерживаем некоторое положение в этом. И сдвигаем седачные косточки назад, но не округляем поясницу, не опускаем внутрь, мы просто движем. Еще вытягиваем вперед и возвращаем назад, да? Движения вот такого плана. Это очень хорошее движение. Я очень много отзывов слышу от абсолютно разных женщин, абсолютно разных ситуаций, которые начинают делать подобные ровно движения, и у них очень много снимается проблем с поясницей и с внутренними органами, с органами малого таза. Это еще раз подтверждение неголословности моей. Но это в принципе так и есть, но просто, так скажем, для дополнительного стимуляции, желания делать подобные ровно движения, это так и есть. Хорошо. Если мы это сделали, движение приблизительно, мы поняли, давайте попробуем сделать его чуть-чуть более сложным в варианте. Раскроем стопы чуть пошире. Вот здесь будьте внимательны. Если вы сейчас мне не говорили, не говорите и не слышали о том, что существуют такие проблемы с расхождением лобкового симфиза, значит, они вас обошли стороной. Это очень хорошо. То есть нам эти движения, людям, которые не страдают проблемой расхождения лобкового симфиза, очень показаны. Если вдруг встречаешь человека с такой проблемой, то порекомендуйте ему подобного рода действия не делать, потому что они могут усвободить эту ситуацию. Если он при этом, несмотря ни на что, ходит на йогу и как-то пытается себя растянуть в последние моменты, не нужно этого делать. Постарайтесь ему донести идею о том, что здесь еще больше происходит растяжение, и это не очень адекватно. Мы сейчас с вами попробуем сделать движение, которое позволяет нам лучше прочувствовать ткани, мышечные ткани с вашей связкой. Ладошками мы с вами держимся за пол, направляем колени вверх, носочки вверх, таз вытягиваем чуть вперед. Вот сейчас попробуйте попереносить немножко, у каждого по-разному. У вас сейчас у всех разные структуры, очень разные. Каждый по-своему. Попробуйте попереносить вес таза вперед немного. Вот представьте, что вы наклоняете передний край чаши, а таз как чаши у нас, да, наклоняете вперед, чтобы вылить немножко жидкости какой-нибудь. При этом у вас плотные колени, натянутые, плотные носочки, и вы раскрываете ягодицы с целью расслабить эту зону. И поясница у вас остается натянутой. Это очень сложно, да, особенно для человека, который не работает со своими связками таким образом, как, допустим, работаю я, или как, допустим, работает кто-то еще. Возвращаемся в центр, вытягиваемся вверх, фиксируем это положение для себя, не уходим назад, не скатываемся, остаемся в этом положении. Еще раз делаем новый вдох, и с выдохом еще чуть-чуть уходим вперед. Можно руками переступить чуть дальше, чтобы чувствовать себя более ровно. Живот здесь абсолютно не напрягается. Носочки, вот, кстати говоря, напрягаются. Мы стараемся держать. Вытягиваемся вверх, еще немного себя фиксируем. Наклон вы совершаете от бедер, от таза, не только сверху, а здесь вы направляете от поясницы. И давайте попробуем сделать третий раз. Действуйте мягко, более глубоко, но очень мягко. Я вам не ставлю пределов ни в сантиметрах, ни в миллиметрах, ни в метрах, сколько вы должны уклониться. И вы себе не ставьте. Сделайте усилие, поймите правильность движения. Ладошками переступаем вперед и вытягиваемся чуть-чуть.